Здравствуйте, хочу предложить Вашему вниманию обзор Nokia Lumia 520, бюджетный смартфон на Windows 8 от Nokia. Данная модель нам представлена в голубом цвете. Давайте посмотрим, что входит в ее комплектацию. Соответственно, сам смартфон, информация о розтесте, инструкция на русском языке, в которую входит также гарантийный талон. Также в комплекте идет аккумулятор. Данный аккумулятор 1430 мА. Например, зарядка с выходом microUSB, кабель microUSB, наушники с микрофоном, таблетки с выходом 3,5. Сам, соответственно, телефончик среднего размера, легко помещается в руке, пластик на ощупь приятный, софт-пластик, то есть в руке не скользит. На передней панели у нас с Вами три стандартные клавиши «Домой», «Назад», «Поиск». Здесь сверху у нас с Вами выемка для динамика, снизу для микрофона. С правой стороны находятся, соответственно, у нас три клавиши, качель громкости, кнопка включения и, соответственно, фотокамеры. Горячие клавиши. Снизу у нас разъем microUSB. С левой стороны у нас чистый. Сверху у нас разъем 3,5 для наушников. Сзади у нас с Вами присутствует выход для динамика, снизу. И сама камера. Обратите внимание, что камера без вспышки. Вскрываем телефончик. Соответственно, здесь у нас с Вами выход для SIM. Здесь для microSD карточки памяти. Вставляем аккумулятор. Включаем. Пока аппарат включается, коротенько о нем расскажу. Данный смартфон построен на двухъядерном Qualcomm S4 SM8227 двухъядерном процессоре с частотой 1 ГГц и графическим исключением Adreno 305. Оперативная память 512. Встроенная память 8 ГБ. Доступна для пользователя около 5 ГБ. Соответственно, экран построен на IPS-матрице. Четырехдюймовый. Разрешение 800 на 400. А также снимает видео на HD 720. Вот он завелся. Очень плохие углы обзора. То бишь, относительно, например, Nokia 620. Здесь на дисплее, к сожалению, не нанесен слой. Поэтому углы по обзору, конечно, похуже. То есть, в бюджетном Nokia не стали наносить специальный слой. Телефончик быстрый, легко отзывается. В данном случае сейчас я нажал офис. То есть, SkyDrive и так далее. То есть, легко настроить. В принципе, создать, чтобы потом документы можно просматривать, создавать. Также здесь встроен навигатор от Nokia. GPS бесплатно. Голосовая автомобильная навигация. Оффлайн-карты. Также можно загрузить карты. Также обращу ваше внимание, что у данной модели нету NFS. Экран сверхчистительный, быстрый. Давайте посмотрим камеру. Пятимегапиксельная. Попробуем сфоткать. Тут функция умное фото. Оно предполагает сделать несколько снимков. Сейчас попробуем сфоткать. Опять же удобно клавишам. Стандартное функционное фото. Оно предлагает из нескольких снимков выбрать какой-то один. В принципе, фотография четкая. Потому что автофокус у этой камеры присутствует. Но, как я и говорил, здесь нету, соответственно, подсветки. То есть, нет вспышки. Соответственно, заодно посмотрим меню. В меню, значит, будильники, игры, календарь, калькулятор, контакты, кошелек, магазин Windows, музыка Nokia. Музыка NVIDIA. Настройки и от Яндекса. Также есть поиск. В общем, в полном объеме. Стандартный скайпер для Windows. Плиточный интерфейс. Вот здесь, обратите внимание, Harry Drive, Harry Maps, Harry Transit. Это все программы для навигации, которые обновляются многие. Активно популярны в Европе. Вот такая клавиатура. Тоже достаточно крупные клавиши. Легко набрать. Давайте посмотрим настройки. Настройок меня заинтересовал. Звуковые предпочтения. Давайте посмотрим какие-то мелодии. Стандартные нокерские мелодии. Стандартные нокерские мелодии. Группы достаточно средние. В принципе, хватает. Для средостатического будет нормально слышно. Такой вот телефончик от Nokia. Nokia 520. Достаточно заход за свои деньги. Очень плохие функции. Красочный. Небольшой. Хорошо в руке держится. быстрый. Быстрый. Напомню, что Nokia заявляет, что при аккумуляторе будет. Большое спасибо, что посмотрели. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова